с помощью составов Lush Plex. Каких Lush Plex? Не Lush Plex, Lush Curlap. Сейчас еще разочек. Здрасте, накрасьте, меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Сегодня я покажу, как делать ламинирование с помощью составов Lush Curlap. И мы будем делать это для бровей, а не для ресниц. Если у нас волос более жесткий, тогда мы делаем с помощью составов Lush Curlap. Если же волос более тонкий, тогда делаем с помощью составов Brow Fix Up. Шаг первый. Берем Detox Smooth и бережно очищаем кожу под бровями и вокруг брови. Detox Smooth смываем водой. Шаг номер два. Наносим защитное масло. Видите, такой пушистой кисточкой. Опять-таки, по минимуму травмирую кожу. Можно делать процедуру и без защитного крема. Но, чтобы все было хорошо, наверняка клиенту было комфортно, лучше нанести. Шаг номер три. Берем первый состав и просто наносим. Смотрю, где у меня более тонкие волоски, я там буду выдерживать меньше. Где более плотные, выдерживать больше. Но здесь достаточно все равномерно. Я наношу только в зону бровей. Не наношу на лоб, на глаза. В этом нет никакого смысла. Только там, где волоски. И обязательно внутреннюю зону, там, где самые непослушные. Выдержали буквально три минуты и смываем водой аккуратно по росту. Сразу видим, цвет волосков изменился. Это означает то, что либо у нас прореагировал с натуральным меланином состав, либо до этого было недавно окрашивание. Но я знаю, что у нас было недавно окрашивание, не так давно. Поэтому сейчас при нанесении второго состава на сто процентов бровь потемнеет. Перед вторым составом снова наносим масло. И вот здесь уже важно выложить волоски красиво. Если есть волоски, которые торчат, то можно использовать пленку для фиксирования. То есть я пленку использую тогда, когда мне нужно зафиксировать. Следующий этап. Наносим состав номер два. Опять-таки наношу тоже точно на волоски. Выдерживаете столько же, сколько вы выдерживали первый состав. Если вы чуть дольше подержали, ничего страшного, потому что этот состав является только закрепителем. И здесь можно зафиксировать. Так, убираем пленку. Прошло время. Сразу видно, и бровь потемнела. И теперь мы очищаем. Можно сначала убрать водой, потом детоксом. Но я сразу беру Detox Smooth и также кистью наношу сразу Detox Smooth и смываю второй состав. Если ваш клиент не хочет окрашивать брови после ламинирования, тогда мы используем Colorfix. Он у нас сразу очень хорошо увлажняет. Также останавливает все реакции. Закрывает кутикулу. Перед тем, как делать коррекцию, я беру Ice Cold Tonic для того, чтобы клиенту было не больно. И также я сразу обеззараживаю кожу вокруг бровей, где буду проводить коррекцию. Процедура ламинирования бровей делает волосы более послушными. То есть это не означает, что они будут стоять у вас постоянно вверх. С помощью геля вы сможете их укладывать, как вы захотите. То есть, например, берем гель и выкладываем в том направлении, которое нам хотелось бы получить. Если хотите получить более четкую нижнюю линию, воспользуйтесь карандашом-консилером C01 и нанесите его четко под бровь. Тогда будет ощущение более четкой нижней линии. Я думаю, вам было все понятно. А в следующем видео я покажу, как делать окрашивание бровей после ламинирования. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok